И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы наконец-то продолжаем наш эфир. Юрий Бутусов с нами на связи, редактор Цензорнет. Юрий, спасибо огромное, что нашли для нас время. Как вы там с карантином справляетесь вообще? Вы уже дома все время? Да, нет, стараюсь выбегать на пробежку, закрыв лицо, соответственно, маской и бафом. Поэтому ни с кем, никому не приближаюсь, не контактирую, только магазины и одиночная пробежка по улице. Медицинский центр «Призма» наш друг и партнер. В сложный период карантина продолжит прием пациентов, усилив меры защиты. Поэтому, если вас беспокоит зубная боль или головная, или опорно-двигательная система нуждается в помощи доктора, ну или вдруг в какой-то момент вам понадобится дерматолог, милости просим к нашим друзьям и партнерам в медицинский центр «Призма». Это, наверное, у вас поэтому больше появилось времени что-то писать на Фейсбуке. Я с удовольствием читаю ваши посты. Совершенно недавно вы написали такую интересную фразу, что «вирусы атакуют иммунитет государства». И много интересных мыслей затем в развитии этой идеи. Давайте немножко для наших зрителей, которые не всегда читают ваши посты, что, в принципе, я им рекомендую делать. Почему все-таки вирусы атакуют иммунитет государства, а не только иммунитет украинцев? Потому что первая чрезвычайная ситуация, такая большая, во время каденции президента Зеленского, очень остро показала полную неготовность государства. Отсутствие организации, отсутствие ресурсов, отсутствие финансовой и экономической политики, невозможность оперативно действовать. То есть все эти госучреждения, которых у нас огромное количество, они не могут действовать быстро. И снова, как в 2014 году, ключевую роль в организации спасения общества играет само гражданское общество. То есть сами люди самоорганизовываются, сами покупают себе средства защиты, сами сбрасываются деньгами, чтобы укомплектовать больницы, помочь врачам. И все полностью самостоятельно делается, как будто и не было у нас ни опыта мобилизации 2014-го, ни чрезвычайного положения 2018-го. То есть, к сожалению, мы видим, что государство открыто, и любая агрессивная среда, любое вторжение, любой вызов, любая угроза, ну, сразу его просто парализуют. Поэтому я и написал, что да, иммунитет крайне слаб и подвержен любым вирусам и любым атакам извне. Чрезвычайное положение может быть таким стимулятором для иммунитета украинского государства? Ну, только об этом же и говорят последние дни, что вот-вот и прямо ведут чрезвычайное положение. Пока, ну, все так опасаются, потому что и так все непросто с этим карантином, а уж с чрезвычайным положением-то как-то вообще непонятно. Чрезвычайное положение в наших условиях – это просто такая реакция на беспомощность. Это демонстрация беспомощности. То есть, государство, которое не может исполнять свои обязанности в законном порядке, в обычном режиме, при этом имея, в общем-то, все институты и все возможности, думает, что за счет чрезвычайного положения то, что не получается делать в обычном порядке, можно будет делать в чрезвычайном. Ну, я считаю, что это большая ошибка. Коронавирус – это угроза, но ничего такого, откровенно говоря, что бы требовало чрезвычайного положения, я не вижу. Ну, вот, Юрий, я сегодня, опять же, на вашем фейсбуке прочитала выложенный вами документ о том, что, оказывается, Украина продолжала вывозить из государства маски, которые уже, наверное, в тот момент и нужны были самой Украине. Если можно, вот пару слов. Как вы считаете, такое могло случиться? И это что, недоработка кабинета министров? Или, может, не хватало какого-то чрезвычайного положения? Я уж не знаю. Мы как раз видим вот эту демонстрацию отсутствия иммунитета, то есть яркий пример отсутствия координации, хаос в управленческих решениях, отсутствия всякого взаимодействия между государственными учреждениями. То есть 31 января Совет национальной безопасности и обороны Украины, секретарь Совета Алексей Данилов, направил обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, что в связи с эпидемией коронавируса в мире необходимо закрыть вывоз, закрыть экспорт медицинского оборудования для борьбы с эпидемией, закрыть экспорт масок и респираторов. В частности, поскольку у нас большая нехватка всех этих средств в больницах. Я уже не говорю про людей, про аптеки. И все это было направлено премьер-министру. И как мы видим, премьер-министр проигнорировал это решение, обращение, то есть счел возможным для себя самостоятельно принять иное решение. На основании чего мы не понимаем. Потому что действительно на тот момент эпидемия коронавируса в Китае уже бушевала. И, например, 6 февраля Казахстан закрыл экспорт медицинских масок из своей страны. И то же самое должна была делать Украина. Почему она должна была делать быстро? Потому что мы очень слабые, у нас нет иммунитета государства, у нас нет ресурсов. Поэтому нам нужно действовать всегда быстрее, потому что мы не можем исправить какую-то ситуацию, когда она уже произойдет. Однако премьер-министр принял решение о закрытии, то есть уже принял не этот премьер-министр, уже следующее правительство приняло решение о закрытии экспорта. И это произошло только 11 марта. То есть через месяц и 11 дней после обращения секретаря СНБО. Естественно, за это время, как мы знаем, из Украины было вывезено 980 тонн медицинских масок и респираторов в другие страны. Что, по сути, полностью лишило страну каких-либо запасов этих необходимых при эпидемии предметов. Ну вот сегодня специализированная антикоррупционная прокуратура открыла расследование. Я надеюсь, что ДБР проведет расследование, и мы услышим, почему это произошло, как такая халатность стала возможной, и кто несет ответственность. Юрий, я знаю, что вы все время держите руку на пульсе происходящего в армии. Скажите, пожалуйста, вот на линии соприкосновения и вообще в армии, это же серьезная проблема коронавируса. Потому что если у нас нет защитных средств даже для медиков, то о каких защитных средствах может идти речь вообще в армии. И что сейчас там происходит, насколько велика опасность для наших военных, те, которые находятся сегодня в казармах. Я так понимаю, призыв временно отменен, но те, кто остались-то сейчас в казармах и на фронте, на них же вот это все распространяется. Смотрите, я думаю, что ситуация в армии такая же, как и в государстве в целом. Я знаю, что волонтерский фонд «Повернусь живым» передал сейчас военным тысячу тестов. Эти тысячи тестов помогут установить хотя бы больные или не больные командиры воинских частей. И это будет какой-то первой помощью для армии. Поэтому что будет с армией дальше? Это зависит от обеспечения. Президент сказал, что какие-то тесты будут направлены прежде всего в войска. Посмотрим, как это будет реализовываться. Потому что у нас слова и реализация – это абсолютно разные вещи. Одно с другим плохо стыкуется. Будем надеяться, что в данном случае все будет хорошо. Мы знаем о том, что президент встречался с олигархами и с крупными бизнесменами. И вот сегодня появилась информация, что даже предлагал им курировать отдельные области, где у них есть свое производство. Вот как вы думаете, насколько наши украинские олигархи и крупные бизнесмены готовы быть, ну, если хотите, волонтерами? Хотя есть уже какая-то информация, что часть бизнеса активно помогает, и это нужно признать. Но насколько вот украинские олигархи, как вы думаете, могут тут долучиться? Может, вам что-то известно об этом? Если честно, я уважаю это каким-то очень странным подходом и необъективным, ну, непродуманным подходом. В стране есть государство, и это государство должно исполнять свои обязанности. Для того, чтобы президент исполнял свои обязанности, налогоплательщики из своих средств содержат целую огромную армию, президентскую администрацию. Это отдельная вертикаль власти. В ней работают многие тысячи людей. Создана структура областных и районных государственных администраций. Поэтому президенту стоило бы прежде всего провести мобилизацию, заслушивание своих подчиненных, чего он не сделал, а не подменять отсутствие государственного аппарата сбором каких-то олигархов. Причем там далеко не все богатые люди были собраны. Почему они? Кто это выбрал? Никакого взаимодействия с властью нет. В Харьковской области это привело просто к прямому столкновению. Президент почему-то решил, что нужно вызвать на заседание харьковского олигарха Ярославского. И почему-то Ярославский должен организовать какие-то мероприятия в Харьковской области. А Ярославский достаточно так по-хамски наехал на главу Харьковской обл. администрации Кучера. Да, Кучер там не справляется, он не может. Там просто парень, которого поставили туда на должность. Но вы же его там держите. Если вы считаете, что ваша вертикаль власти, ваши главы обл. администрации не справляются, так вы их должны менять, а не подменять вертикаль власти олигархами. Ну так возьмите, поувольняйте глав администрации. Назначьте на их место олигархов, ну вот как Турчинов. Взял в 2014 году и назначил Коломойского главой обл. администрации. Чтобы он нес ответственность за регион, где у него предприятия. Это системный государственный подход. А вместо этого принимается половинчатое решение, которое только запутывает, усложняет ситуацию. То есть есть главы обл. администрации, но есть еще и антикризисные штабы, которые по поручению президента создают олигархи. Ну какой-то полный абсурд. То есть полностью игнорируется элементарная управленческая логика, создаются конфликты, непонимания. Это просто некомпетентность и полное отсутствие вообще анализа ситуации. Ну сейчас уже известно, что три депутата Верховного Совета действительно болеют коронавирусом. С чем вы связываете внеочередное заседание Верховной Рады, которое анонсировало Разумков? Ожидаем ли мы, что будет введено чрезвычайное положение? Но ведь чрезвычайное положение тогда передаст власть, всю власть в руки президента. Ну и это тогда большой вопрос, насколько президент сам будет в состоянии руководить всей этой ситуацией. А с другой стороны, может быть концентрация власти в его руках, я не знаю, поможет ему легче выруливать во всем этом происходящем. Ну таком, я бы не назвала это беспорядки, но проблематичной ситуации. Я не вижу, что президент набирает в себе власть. Я вижу, что он набирает в себе ответственность за свое действие, бездействие, за свои ошибки и за свое непонимание ситуации. А власти я у него не вижу, по-моему, она наоборот у него рассыпается просто в руках. Даже то немногое, что осталось. Например, сегодняшний премьер, президент проводит какое-то заседание Рада, должна принимать законопроекты. В Координационный совет по борьбе с коронавирусом президент не включил ни главу Верховной Рады, ни одного представителя своей фракции, вообще каких-то парламентских комитетов. Не включил даже главу Службы безопасности Украины. То есть, ну, абсурд. Вчера глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции пожаловался журналистам, что президент не включил его в состав Координационного совета. И это усложнит парламенту работу с законопроектами по борьбе с коронавирусом. Ну, это вообще уже, по-моему, полная потеря управляемости, координации, вообще полная. Если с президентом нужно взаимодействовать через средства массовой информации. Если власть рассыпается в руках президента, вот я вас процитировала сейчас, то к кому она переходит? Знаете, как это? Святое место пусто не бывает. Смотрите, на данный момент я не вижу, что она к кому-то переходит. Есть дееспособное звено. У Зеленского, по сути, это одно. Это Министерство внутренних дел Арсена Авакова. Все остальное, это непонятная очень. Логика этих событий мне непонятна. Логика управленческая мне непонятна. Поэтому то, что делает МВД, то пытается сделать президент. А что он делает еще, я не могу понять. Мне не очевидна эта публичная логика. Мне сказать откровенно, я сейчас не понимаю, что он делает. Я вижу набор каких-то хаотичных, достаточно противоречивых заявлений, шагов, действий, которые не могут быть системными и результаты которых не очевидны. То есть, принимая те или иные решения, например, чрезвычайное положение, президент берет на себя ответственность за управление очень многими сферами. На мой взгляд, если он не умеет управлять тем, что у него есть сейчас, брать на себя дополнительные полномочия, это, мягко говоря, неосмотрительно. Его эта ответственность придавит. Ему это не нужно. Но, я не знаю, видимо, жажда каких-то решений, заявлений толкает его к этим непродуманным поступкам. Жажда каких решений? Потому что, вот, например, многие говорят о том, что встреча трехсторонней контактной группе, которая должна состояться 25 марта, все-таки состоится в виде о каком-то режиме. Ожидаете ли вы, что все-таки будет принято окончательное решение о создании координационного совета? Мы видим, что даже монобольшинство раскололось в ожидании такого решения. Но, что касается президента, я ни разу не слышала от него каких-то критических замечаний в адрес этой идеи. Президент, очевидно, поддерживает эту идею, поскольку он такой сделал очень странный жест. Он уволил в должности своего внештатного советника, народного депутата, слугу народа Гео Лераса, который выступил против создания координационного совета. Гео Лерас дал интервью Центернет, где выступил против этого координационного совета, предупредил о тяжелых последствиях этого решения. И это было такое достаточно серьезное предупреждение от представителя президентской фракции президенту. Ответ был очень лаконичным. Сам Зеленский ничего не сказал, но на следующий день был издан указ, где Лераса сняли с должности внештатного советника. То есть, таким образом, президент ответил и показал, что он лично считает, что координационный совет может быть. Поэтому этот риск сохраняется и, к сожалению, может произойти. Юрий, как вы думаете, решение по созданию этого консультативного совета способно привести к политическому кризису в окружении президента? Потому что Арсен Аваков, которого вы только что вспоминали, он вряд ли будет готов на создание такой структуры. Хотя не знаю. Я не знаю, какой там может быть кризис. Мне, честно сказать, мне кажется, что кризис там уже очень давно, с момента формирования власти. А сейчас он просто проявляется. Поэтому, как это все сейчас выплеснется, я не знаю. Я думаю, что сейчас какие-то кадровые перестановки, они заблокированы чрезвычайной ситуацией, связанной с коронавирусом. И я думаю, что какой-то расклад сил, если он будет, это уже можно будет оценивать после того, как активная фаза этой борьбы с коронавирусом сейчас остановится. Уже эта угроза все-таки сойдет, я думаю, в течение месяца, полутора месяцев. И это уже будет значительно... Ну, я думаю, что эта уже ситуация отойдет на второй план. Вы давали очень интересный анализ того, что нас ждет в ближайшие месяцы. Вот именно прям цитирую так то, что вы писали. Вот если можно, основные какие-то пункты, что нас ждет? Ожидает ли нас крупный экономический кризис? Жидает ли нас, я не знаю, выборы, например? Потому что многие заговорили о том, что выборов местных не будет. Ну и так далее. Вот какой-то небольшой прогноз на ближайшее будущее и ваше видение анализа. Я надеюсь, что выборы, местные выборы, которые должны быть осенью, не отменят, не перенесут, потому что это на самом деле важный фактор стабильности государства. Если Зеленский захочет их перенести, это будет крайне негативно. Это ослабит власть и государство в целом ослабит. Поэтому я надеюсь, что этого не произойдет. Что думаете об экономическом кризисе? Насколько украинцы вообще готовы? Мы же по большому счету в большинстве своем живем от зарплаты до зарплаты. И плюс еще вернулись же многие зарабетчане, которые тоже должны тут где-то работать и на что-то жить. Когда они смогут снова уехать, тоже непонятно. Насколько вот эта активизация, ну скажем так, активных людей, а у которых сейчас много свободного времени, к сожалению, и, наверное, не так много денег, как хотелось бы. Насколько эта ситуация может быть предсказуема, контролируема, как вот из вашего опыта, как журналиста с очень большим опытом? Я думаю, что если власть будет действовать неадекватно, то в стране достаточно критическая масса людей, которые будут действовать активно, несмотря на любое чрезвычайное положение и на любой коронавирус. Поэтому если под прикрытием этого коронавируса будут приняты какие-то консультативные советы в рамках Минских соглашений, это будет воспринято обществом крайне негативно и может привести к протестам и даже к столкновениям с властями. Поэтому рассчитываю, что этого, надеюсь, что этого не произойдет. Относительно экономической ситуации, знаете, у нас украинцы 30 лет живут в условиях постоянных кризисов, скандалов, и поэтому психологически каждый человек готов к тому, что сегодня было не очень хорошо и завтра будет хуже. Это обычное состояние. Проблема не в том, украинцы психологически готовы, государство не готово. То есть государство не готово, оно отсутствует как система, оно не может влиять. У нас государство существует как такой институт просителей МВФ подкинуть кредиты для того, чтобы кое-как перекрыть платежный баланс, там обеспечить стабильность финансового рынка. То есть государство не хочет становиться самостоятельным, субъектным в экономике. Оно крайне слабо, оно крайне зависимо от абсолютно неэффективной, непрофессиональной бюрократии. И это огромный минус, который нас всех тянет и опускает нашу субъектность, не дает нам всем состояться как государству, как гражданам страны, которой мы все должны гордиться. Юра, вот на фоне происходящего во всем мире, когда все страны изолируются, вдруг все страны вспомнили, что у них есть границы, как ни странно. Многие забыли уже о том, что эти границы есть, но снова вспомнили. На фоне того, что Америка закрывается, Россия, похоже, не очень закрывается. Насколько сейчас для Украины опасная ситуация, когда Россия может воспользоваться случаем, а мы знаем прекрасно, что она может в некоторых ситуациях воспользоваться случаем. Ситуация очень опасная, потому что для России и Украины это огромная проблема. Это огромная проблема, которую Путин активно пытается решить. Мы видим, что в той войне, которую развязал Путин в 2014 году, Украина, на мой взгляд, если мы посмотрим объективную ситуацию, на самом деле наше положение стратегическое значительно улучшается, наши возможности значительно возрастают. И, на мой взгляд, мы побеждаем в этой войне, и мы обязательно победим, если проявим твердость и сформируем для этого четкий политический курс. Россия обложена санкциями, она не может их снять ни при каких обстоятельствах. Россия пытается это делать, у нее не выходит. И далее Россия сейчас получила суд по MH17 в Голландии, и для нее это колоссальная проблема, просто политическая, репутационная, просто катастрофа. И в России сейчас нефтяная война с Саудовской Аравией, и в этой войне тоже Россия несет страшные потери. Экономика в этом году в России уйдет в пике, они уйдут в минус, у них будет серьезное падение валов внутреннего продукта. Поэтому, естественно, все это имеет основную ключевую причину этой уязвимости, хрупкости российской политики, это Украина. Поэтому Путин понимает, что что бы там ни было, ему необходимо решить проблему, ему необходим лояльный политический режим в Киеве. Поэтому все свои ресурсы, все инструменты Путин приложит для того, чтобы повлиять на Украину и сменить любой ценой власть. Интересно. А можете развить эту мысль? Вы думаете, что возможны досрочные выборы парламента, президента? Что вы имеете в виду, когда говорите, что Путин захочет сменить власть? Путин действует очень комплексно против Украины. Украины, то есть, с одной стороны, идет полная деструкция и война по всем фронтам, экономическая, информационная, политическая. Созданы пророссийские силы, пророссийские СМИ, которые занимают большой уже фрагмент украинского информационного поля, значительную часть. И Россия, с одной стороны, создает поле дестабилизации против Украины, то есть, во внешней политике, во всех странах мира, они превращают Украину, делают Украину токсичной, они ограничивают контакты, возможности Украины, и они делают токсичную ситуацию в самой, внутри страны, то есть, разгоняя, проводя информационные войны, агрессивно воздействуя на массовое сознание, чего многие люди не могут понять. И параллельно они развивают свои пророссийские политические структуры для того, чтобы привести их здесь к власти. И Путин четко демонстрирует ставку на Медведчука, как на главного представителя российских интересов в Украине, главного коммуникатора. И мы видим, что все, что происходит вокруг, это системные действия для влияния на украинскую политику. И они для этого будут применять все, включая и применяют, включая боевые действия на фронте, которые сейчас у Путина, это такой главный инструмент давления на политическую информационную ситуацию в Украине, которую они регулярно применяют. Если бы вот два сценария на ближайшее время, на месяц-два, если мы принимаем какие-то спорные законы, например, у меня очередная сессия Верховной Рады, голосуют за закон по земле, голосуют за трудовое законодательство, голосуют за создание Координационного Совета, или не голосуют, просто оно создается, и вообще без мнения Рады это все решение. Или если это ничего не происходит, а просто голосуют за законы по антикоронавирусному какому-то процессу. Вот есть два сценария, или сценарий в любом случае один? Переживем коронавирус, а потом... У Владимира Зеленского есть два сценария. Первый сценарий. У него начинает строиться государственная система. Он становится лидером изменений, и начинает институциональное развитие страны. Второй сценарий. У него остается все так, как сейчас. Это хаос, в котором можно вводить чрезвычайное, не чрезвычайное, какое угодно положение. Все это приведет просто к перенапряжению, развалу вообще всего того, что там еще хоть как-то худо-бедно, хоть как-то что-то там делается. Поэтому государства нет. Зеленский не является на данный момент строителем государства. Он сам по себе в этом государстве не субъектен. Власть у него и полномочия берут те, кто может. Это происходит каждый день по мере необходимости. Поэтому что там у него будет, он не может проигрывать сам какие-то сценарии. У него нет просто для этого ни политик, ни инструментов, ни исполнителей. Поэтому сценарий это сейчас не про украинскую власть. Она либо станет субъектной, то есть начнет бороться за независимость страны, объявит курс, начнет бороться за самостоятельность в экономике, начнет строить, начнет делать дееспособными госучреждения. Либо это будет полный такой неуправляемый хаос, который очень скоро занесет Владимира Зеленского на какие-то рифы, из которых он уже не выберется. Юрий, ну и учитывая, что ситуация же вокруг какая? Коронавирусная. То все-таки хочется спросить, что же вселяет в вас оптимизм? Вот думайте об этом, и это вселяет в вас оптимизм. Может быть, поднимите, наши зрители тоже заразятся вашим оптимизмом тоже немножко. Посмотрите, дело в том, что уже длительное время в Украине сформировалось гражданское общество, патриотичное, самостоятельное. Оно давно существует вне государства. Государство никоим образом не осуществляет мобилизационные проекты, чтобы втянуть гражданское общество в какие-то процессы изменений. Общество живет, тем не менее, своей жизнью. И, конечно, это было бы гораздо лучше, если бы государство соответствовало в какой-то степени интеллектуальному, организационному уровню своих граждан. Но пока этого не происходит. Но поскольку много лет мы уже в этой ситуации, слава богу, война, сейчас еще и коронавирус, позволяет понять, кто рядом с тобой. Поэтому у нас есть достаточное количество дееспособных, эффективных людей, которые, вопреки всему, действуют. Это те граждане, позиции которых я горжусь. В этом у меня и было, остается и будет оптимизм в отношении Украины и всего, что с нами произойдет. Мы прорвемся. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нашли для нас время. Мы были очень рады вас видеть. Хоть и по скайпу, и не имели возможности сделать для вас чашку кофе, но я думаю, что это еще все впереди. Спасибо огромное. Спасибо, счастливо. Спасибо. Юрий Бутусов был гостем прямого эфира на Укра-Лайф-Ти-Визе, что мы ему страшно благодарны. И, конечно, наш друг и партнер медицинский центр «Призма». И мы благодарны нашим спонсорам на платформе Патреон. Спасибо. Спасибо.